Центральный банк России поднял ключевую ставку до 6,75% годовых. Повышение стало уже пятым с марта этого года. Что влияет на рост и закончился ли цикл повышения ставки в этом году в нашем сюжете? Ключевая ставка является одним из важнейших инструментов, с помощью которых Центральный банк влияет на темпы инфляции. При этом у Центрального банка есть так называемый таргет, то есть цель по уровню инфляции, которую Центральный банк считает приемлемым. Сейчас этот таргет, эта цель по инфляции установлена на уровне 4% годовых. И когда инфляция оказывается выше, чем 4%, Центральный банк старается, ну так скажем, пригасить немножко инфляционную спираль, для чего повышает ключевую ставку. В результате повышения ключевой ставки деньги становятся менее доступными, они становятся дороже. Снижается объем кредитования и, соответственно, снижается объем дополнительных средств, поступающих на потребительский рынок. Поэтому чем выше ключевая ставка, тем меньше возможностей для роста цен и наоборот. Необходимо подогреть экономику, простимулировать спрос, тогда ключевая ставка снижается, как это было в предыдущие несколько лет. А соответственно, повышение ставки в этом году – это ответ Центрального банка на высокую инфляцию. И пока инфляция не начнет стабильно затормаживаться, снижаться, Центральный банк не вернется к политике снижения ключевой ставки. Тем не менее, трудно сказать, закончится ли цикл повышения ставки. Это зависит от того, какие результаты по инфляции Центральный банк увидит в сентябре и октябре. Другими словами, если инфляция начнет снижаться, то дальнейшее повышение процентной ставки не будет осуществляться. И наоборот, если инфляция будет продолжать оставаться на высоком уровне или будет расти, то возможно дальнейшее повышение. Елизавета Никитина, Универ Ньюс.